Вчера, 22 числа, стало известно о задержании главы Кировского ГИБДД Александра Плотникова. Он подозревается в совершении преступлений по трём статьям. И мы знаем, что вот только что закончилась пресс-конференция. В МВД, посвященная этому вопросу, мы знаем, что есть уже некоторые высказывания по этому поводу. Активно идёт обсуждение в соцсетях под вчерашними новостями. Мы хотим представить картину на этот момент, что происходит. Но давай, Володя, полный текст зачитаем сообщение. В чём обвиняется господин Плотников? Те вот самые три статьи Уголовного кодекса. Во-первых, четвёртая часть статьи 159. Это, как известно, мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Часть вторая статьи 210. Создание преступного сообщества и участие в нём. Вот это, мне кажется, очень и очень. И часть третья, 286 статьи. Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По предварительным данным, ущерб чуть ли не миллиард составил. Да, ссылаемся на материалы, напубликованные нашими коллегами на портале Ньюслер. В 2013 году владелец компании Статарстана, занимающийся оптовой торговлей автомобилями, создал преступную организацию для незаконной торговли транспортом. В неё вошли собственники, руководители компании по производству машин на базе шасси КамАЗа, а также сотрудники МВД России по Кировской области. С 1 января 2014 года по 2 октября 2017 года организация купила по заниженной стоимости 279 КамАЗов с двигателями второго экологического класса, который запрещено продавать в России. Подозреваемые внесли недостоверные сведения в паспорта грузовиков, выдавая второй класс двигателя за четвёртый. И не уплатив утилизационный сбор, зарегистрировали КамАЗа, а затем продали их в результате покупателями. Покупателям был причинён ущерб в размере 837 миллионов рублей. Большой масштаб. Да. И вот сейчас начальник ГИБДД по Кировской области был задержан. Меры пресечения ещё, насколько я понимаю, не избраны. Неизвестно. Александр Плотников задержан. И ему вменяется вот именно статья о создании преступного сообщества и участия в нём, которая вызывает наибольшее количество вопросов у тех людей, которые обсуждают эту новость в интернете. Смотрите, у нас под новостями, на сайте у нас уже комментарии в защиту Плотникова пошли. Надеюсь, на справедливое расследование. Александр Николаевич известен как грамотный и опытный руководитель. Да, но мы как-то очень резко начали с этого, потому что зашла Оля Болезина и сказала, что выложили видео задержания начальника ГИБДД. А хотели-то начать мы совершенно с другого. И как и обещали, 16 минут вернёмся к этому вопросу. А пока завершим вопрос с первого часа, с налоговой инспекцией и предпринимателями. Перекинули мы мостик, да и у нас в студии Азиз Сагаев, руководитель аудиторской конституционной компании. Тоже ведь некие предприниматели продавали КАМАЗы. Ну ладно, это не совсем про наше дело, которое мы разбирали в первом часе. Азиз Олегович, мы хотели просто с вами договориться по поводу позиции налоговой и позиции предпринимателей. Вот если про налоговую, что-то свистит где-то очень сильно. Что она свистит? Что заводится? Если налоговая, как вы сказали, она следует букве закона и обязана выполнять те распоряжения, которые федерация спускает вниз. И я так понимаю, что вы кировскую налоговую-то оцениваете просто как хорошего исполнителя. Да, именно так, потому что порой те претензии, которые в эмоциональном порыве выдвигаются, проверяют больше года. Это имеется в виду календарное время, когда дело находится в проверке у налоговиков, когда выездная проверка продолжается. Но мы-то знаем по фактическому времени, что налоговики не превышают время нахождения на предприятии, которое, в соответствии с кодексом, им отведено. А проверяют у Азизовича текущую деятельность, текущие все операции или ИБЭК какой-то еще? Нет, они текущие не проверяют, они в основном проверяют по факту прошлых лет. И сама проверка, она проходит, собственно говоря, таким образом, что придет налоговик на два дня, да им сегодня при тех ресурсах, которые у них есть, им на большее время-то находиться на предприятии нет необходимости. Потому что вся деятельность предприятий находится в базах данных налоговиков. Я уже многим говорил и в своих выступлениях, и своим клиентам, что если какой-то схематоз, я так называю применение схем предпринимателями, если какой-то предприниматель занимается схематозом, то надо было уже в срочном порядке прекращать этот схематоз. Потому что весь этот схематоз, он уже в базах данных перед глазами налоговиков. Но если кто-то пользуется базами данных, ну типа Spark или Counter-Focus, это уже по возможностям этих программ уже видно, что у налоговиков огромное количество информации о предприятии. А они открыты, эти базы данных? Каждый может посмотреть? Да, я могу вам как бы показать, ну и нужно купить как бы право пользоваться, я могу вам на своей базе, которую я купил, показать, вы назовете там любого человека и любую фирму, и мы посмотрим, с кем она взаимосвязана, и сколько оборот там фирмы, какая прибыль у нее, ну и так далее, и так далее. То есть это вся информация, собственно говоря, открытая. Но еще ведь сейчас уже для того, чтобы проверить добросовестность контрагентов, у налоговиков отличные серверы на сайте, отличные сервисы, извините, на сайте. То есть ты можешь в любой момент проверить добросовестность, есть ли у него долги, находятся ли в зоне риска и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы обезопасить себя от таких компаний, в принципе, очень много возможностей, в том числе, которые предоставляет Федеральная налоговая служба. Вопрос заключается в том, что есть вещи, с которыми мы принципиально там не согласны, и уровень налоговой нагрузки, и те компании, которые задним числом проводят налоговая. То есть, скажем, сегодня идет кампания борьбы с однодневками, то вот то, о чем я говорил и сейчас могу сказать, что я считаю, что когда началась борьба с однодневками, мы должны просто предприниматься и сказать, что ребята, с первого числа января это незаконно. А нельзя делать так, что первого числа января мы говорим, что все, что делали до этого за три года, все мы будем признавать незаконными, все у вас забирать. Слушайте, до этого вы не раз проводили проверки и подтверждали правильность того, что я делаю, а тут, значит, пришли на очередную проверку и сказали, что чья это работа? Налоговики это не могут сделать. А чья это работа? Это работа правительства и Государственной Думы. Правительство на федеральном уровне? Да, и Государственной Думы. А потом, по многим вопросам, в том числе по срокам проверки и по многим вопросам, ведь мы здесь не одни предприниматели, многие люди в России доходили до Конституционного суда. Все эти нормы проходили проверку в Конституционном суде. Выше у нас в России никого больше нет. И все они в конституционном суде практически находили свое подтверждение, что да, налоговики могут полтора года проверять, если фактически на предприятии находится не больше времени, которое отведено налоговым кодексом. Все остальное время это работа с документами и еще с чем-то. Вопрос не в этом. Вопрос заключается совсем в другом. Вопрос заключается в том, какие условия созданы законодательством для ведения предпринимательской деятельности. И вот те данные, которые у вас там в ваших опросах, они ведь показывают, они оценивают не работу налоговой службы, они оценивают условия налогового климата, которые есть. То есть я тоже считаю, что на сегодняшний день налоговая нагрузка такая, что малому бизнесу, микробизнесу очень сложно работать в этих условиях, чего стоит только размер страховых взносов, которые опять повышены в этом году и повышены значительно, например, для индивидуальных предпринимателей. То есть ему возьми и отдай за год 33 тысячи почти, значит, только в пенсионный фонд, в страховые фонды. А тогда вот эта позиция, Андрей Николаевич, позиция предпринимателей, которые заявляют, что налоговая все-таки зверствует в Кировской области, бизнес утекает, налоговая не думает о том, что будет через 5-10 лет, оставляет выжженное поле. Вы как ее оцениваете? С точки зрения предпринимателей, любая проверка это наезд. Я работал, никого не трогал, все платил, все честно работал, вы ко мне пришли. Все платил, сколько хотел, и тут пришли, и наехали. Поэтому любое вмешательство любого контрольно-отзорного органа – это мешание нормальному течению обстоятельств. Единственное, что я же тоже в бизнесе давно, и готов к этому бизнес или не готов? Вот в общем вопрос. Если тебе задают вопрос, ты мало платишь, и у тебя на него нет ответа, это значит, ты не готов. Если тебе говорят, ты мало платишь, и ты доказываешь, что ты платишь столько, сколько ты должен платить, и сколько ты платишь, ты готов. Поэтому и диалог-то, если письмо пришло, а доплати, да насчитайся, а ты это письмо выкинул и даже не читал, а контрольно-отзорный орган говорит, так ты отвечай или не отвечай? Говорит, да я не буду тебе отвечать. Ну тогда получается уже выездная проверка. Поэтому первое, что нужно делать, это действительно вести диалог. О чем говорил Азиз Алиевич в первой части, что я в своей компании когда работал, мы в 2008 году, с 2006 года пошла компания, с 2006 года о том, что все дробление бизнеса, это дробление бизнеса. И мы определили, что у нас есть действительно три направления в компании, независимые, независимые люди, независимые рынки. Из 16 компаний у нас осталось три, и никогда не было претензий налогового органа к нашим трем компаниям. Это действительно три разные компании, хотя учредители у них одинаковые. Поэтому, к сожалению, налоговый орган что не может делать, это быть экспертом в плане, есть смысл, экономический смысл создания нового предприятия или нет. Вот это бы надо оставить бизнес-обществу. Только бизнес-общество может определить, был ли экономический смысл выделения новой компании, а не работа в рамках старых компаний или одной или двух. Да, у нас остается одна минута для этого вопроса. Все-таки надо оставить за бизнес-общество. У меня такой вопрос. Вот сейчас предприниматели очень многие говорят, что вот правительство должно быть посредником между налоговым и предпринимательством, помогать решать эти вопросы, перемирять, потому что правительство заинтересовано в сохранении бизнеса на территории Кировской области. Это вообще тема правительства? И способно ли оно справиться с такой задачей? Правительство должно четко определить стратегию пополнения бюджета. Все остальное это работа налоговая. Понимаете, вот когда мы же, когда говорим о спецрежимах, претензии сейчас у налоговая к тем, кто применяет спецрежимы, то есть упрощенную систему, там еще какую-то. Микробизнес. Да. Эти преференции установлены государством для микробизнеса. До 127 миллионов. До 150 миллионов. Малый бизнес у нас считается по закону до 400 миллионов. От 120 до 400. И вот когда компания там в общей сложности с миллиардом оборотом, ну в других местах, когда не с налоговой, ходят предприниматели и говорят, да я тут самый крутой предприниматель, у меня обороты там миллиард там, да. Делает так, что становится микробизнесом и применяет преференции для микробизнеса у налоговиков, конечно возникают претензии. Поэтому мой совет, мой совет, не нужно злоупотреблять, не нужно вот слепую идти на такие схемы. Нужно 10 раз подумать, прежде чем применять преференции, которые дает государство, потому что рано или поздно государство свое все равно в этом смысле оторвет. А правительство должно определить, как оно собирается пополнять бюджет. А бюджет пополнять можно только расширением налоговой базы, то есть созданием нормального инвестиционного климата. Налоговый климат, конечно, часть, но правительство ведь тоже создает налоговый климат. Вот отменяют льготы по налогам. Это тоже климат. А потом, говорим, налоговики изверствуют. Вот правительство отменило льготы. Налоговики пришли и говорят, тебе нужно теперь больше платить там. Правительство установило новые налоги этому же налогу. Мы с вами говорим, было там до 2000 метров с торговых центров. Теперь стало с 1000 метров. А от 2000 теперь стало с 1000 метров. Налоговая приходит, теперь у тех, кто не платил, требуют эти налоги. В общем, работайте со своими избранниками, депутатами Государственной Думы и ОЗС, а также обращайтесь к правительству. Все-таки это тоже его задача, чтобы в Кировской области и во всей стране сохранялся нормальный бизнес-климат. И малый и средний бизнес поддерживал нашу экономику. Мы сейчас прервемся на полминуты и снова вернемся к делу о задержании руководителя областного управления ГИБДД. Надеемся, что Сергей Павлович Баранцев, представитель ОМВД, выйдет с нами на связь и расскажет о ситуации в эти минуты. Очередной коррупционный скандал в нашем регионе, в нашем городе. Накануне, повторимся, Александр Николаевич Плотников, руководитель регионального управления ГИБДД, был задержан. И с подробностями этого происшествия сейчас у нас на телефонной связи Сергей Баранцев, руководитель пресс-службы управления МВД по Кировской области. Сергей Павлович, добрый день. Добрый день. Добрый день. Хотим услышать подробности, что же вчера произошло и в чем подозревается руководитель ГИБДД. Сегодня начальник управления проводил пресс-конференцию, Костя Николаевич Селянин. Вопросы от журналистов были касающиеся этого события. В частности, он сказал, что я могу перевести его слова, что для него информация неожиданно, естественно, не являлась, поскольку он дал ее в полном объеме изначально. И в проведении оперативных мероприятий, которые связаны с расследованием уголовного дела, которые расследуются сейчас два уголовных дела Следственным комитетом, принимают активное участие и сотрудники собственной безопасности. Сотрудники оперативно-развустрой части собственной безопасности ОМВД России по Кировской области. В частности, и вчера во время доставления Плотникова в здание Следственного комитета принимали участие наши сотрудники вместе по взаимодействию с представителями ОМВД России, Федеральной службы управления, Федеральной службы безопасности России по Кировской области. Какие-либо подробности по уголовному делу, ну, естественно, это могут сказать только сотрудники Следственного комитета по согласованию со следователем. Так что вот в настоящее время решается вопрос о том, кто будет выполнять обязанности начальника ОГИБДД. Начальник управления сказал, что будет это одним из заместителей. — Исходя из пресс-релиза, который был распространен вчера у ОМВД, мы понимаем, что вменяется господину Плотникову несколько пунктов в статье закона, среди которых создание преступного сообщества и участие в нем. Поясните мне, пожалуйста, Сергей Павлович, создание преступного сообщества, если простым языком так сказать, это что значит? Плотников главный в этой схеме? В этом подозревается он? — Да, вот от этого вопроса вас, наверное, плавно передрисую все-таки к своим коллегам в Следственном комитете, поскольку вы, по всей видимости, держите пресс-релиз Следственного комитета. Там подробно расписано уголовное дело, подробности, поэтому будет правильно обратиться к ним. — То есть мы не можем сейчас назвать не сколько человек в деле, а только озвучиваем задержание господина Плотникова, да, и обстоятельства дела, которые вы нам пояснили, что дело не случайное, не внезапное, оно разрабатывалось достаточно давно? — Проводилась ранняя служебная проверка, информация была, информация дополнительно нарабатывалась. Ну и сейчас тоже руководство УВД принято решение о проведении служебной проверки. По ее результатам будет принято решение о нахождении Александра Николаевича в органах внутренних дел. — А где сейчас находится Плотников? — Значит, согласно официальной информации, он у нас задержан. По статье 91 Уголовного процессуального кодекса на этот период граждане помещаются в изолятор временного содержания. — Ну а меру пресечения уже суд, соответственно, будет вывернуть? — Меру пресечения, да, уже будет. — А в какие сроки меру пресечения должен суд определить? — Я думаю, что сегодня возможно. — В изолятор временного содержания помещается до 48 часов. — До 48 часов? — Да, могут продлить еще на сутки. После чего должно быть принято решение о безбрании меры пресечения. Это общий порядок. — Все ясно. Спасибо большое, Сергей Баранцев, руководитель пресс-службы управления МВД по Кировской области. Но я, кстати, напомню, что это не единственный громкий скандал-то в ГИБДД, в управлении. Все мы помним, ровно 6 лет назад, как раз-таки, в 20-х числах января, по-моему, 21-го числа, был задержан Александр Русцов, на тот момент руководивший областным управлением ГИБДД. И тогда улыбку, конечно, много это все вызвало, когда его заподозрили в получении взятки в 10 тысяч рублей за выдачу красивых номеров серии ТТТ. И потом был суд, Октябрьский районный суд назначил ему наказание в виде 300 тысяч рублей штрафа. То есть 30-ти кратный размер, я так понимаю. — Но здесь другая история, потому что, как мы читаем по пресс-релизу, все-таки коллеги ссылаются на МВД, может быть, тут смесь. В результате этой организации схемы продажи КАМАЗов, сейчас вот нужно будет, Володя, чтобы ты пояснил, не того экологического класса, в результате покупателям был причинен ущерб в размере 837 миллионов рублей. Давайте сначала про цифру, потом про экологический класс, что нужно было пояснить, что там не так-то с этими КАМАЗами. 837 миллионов рублей вообще не 10 тысяч нисколько. Это такая цифра, ну какая-то вообще не детская, как мне кажется. Или я ошибаюсь, Ази Алиич? — Нет, 837 миллионов, это большая сумма, это почти миллиард рублей. Ну, что сказать. — У нас такие, вот вы помните, на памяти в Кировской области, чтобы на миллиард рублей участвовали там... — В тендерах. — Ну не в тендерах. — Каких-нибудь. — Чтобы такие схемы проворачивали себя с участием силовиков на такие деньги. — Ты видишь, тут же говорится материал о том, что здесь все-таки еще из Татарстана предприятие задействовано, то есть как это, межрегиональная какая-то связка тут? — А организация в городе Кирове, да? — Тут просто речь идет, что ущерб нанесен покупателям на такую сумму. То есть это означает, что они переплатили за эти КАМАЗы, двигатели, которые в другом экологическом классе находятся, и, соответственно, эти КАМАЗы должны были стоить дешевле. Но пока не названы какие покупатели, может, это государственные учреждения, а может быть, нет. И понятно, что... — КАМАЗы, в первую очередь, наверное, каким-то структурам нужны. — Ну, нет, почему участники тоже занимаются, частные компании. Просто, собственно, речь идет о том, что такого рода операции, конечно, одному сложно проворачивать. — Андрей Николаевич, вы знакомы с господином Плотниковым? — Да. — Что были-то? — Есть. — Я знаком с господином Плотниковым. У меня были обращения по линии, и мы эту организацию, вернее, не организацию, именно ГБД призывали, когда у меня в Явецко-Полянском районе выставлялись знаки, и предпринимателю запрещали ездить. Он отправлял туда своих подопечных, они разбирались с ситуацией, и сторона предпринимателя была признана, в общем-то, что предприниматель был прав, что можно ездить, несмотря на наличие знака, который место администрации установил. Поэтому я знаю лично этого человека, как руководителя, он достойный руководитель, я считаю. — Для вас было неожиданностью? — Для меня совершенно неожиданность. — Совершенно неожиданность, действительно, как завести КАМАЗы, которые со второй группой экологичности, почему они ездят в стране, почему они не вывезены за пределы страны были, в какой момент они здесь... — Почему они не утилизированы? — Да. — Расскажите, пожалуйста, про эти КАМАЗы. Вот вы, может быть, разбираетесь, я не очень разбираюсь. Что здесь не так с этими КАМАЗами? — Да тут все очень просто. То есть весь мир, не только наша страна, работает над увеличением классности транспортных средств. То есть есть определенные нормы, нормативы по выбросам. И вот есть у нас технический регламент таможенного союза, где четко говорится, что на территории трех стран, которые входят в таможенный союз, эксплуатация транспортных средств с моторами экологического класса ниже евро-5 запрещена. Нельзя и все. — А это евро? — А это евро-2. — Они где-то используются такие двигатели еще? — Нет. — В России нет. — В законном, в легальном обороте. Мир уже давно вперед ушел. — Нет, но в России тоже используются, конечно. — Но, слава богу, пока не запрещают это. — Да, пока не запрещено ездить, конечно. — Но нельзя продавать новые машины такого класса. — Нельзя выпускать. — Нельзя выпускать. — А кто-то выпустил, значит, такие машины? — Ну, КАМАЗы выпустил. — КАМАЗ выпустил такие машины. И их реализовывали. — И надо посмотреть, кто там в Совете директоров, кто председатель Совета директоров. — С 14-го года. — С Сердяков? — С 14-го года. — Да, похоже, что да. — Он же на КАМАЗ пришел. — Ну вот. — То есть вопрос-то... — Они должны были привезены быть из России. — Да, они должны быть, да, проданы быть. — Они должны быть исчезнуть вообще. — В Южной Америке. — Ну, мы не знаем, где, мы не знаем, там какие. — Конечно, все будет лишать следствия, но вполне возможно, что, может быть, Плотников и не в курсе был, что он подписывал какие-то бумаги. — Как это может быть? — Ну, как у руководителя всегда очень много бумаг, которые к нему приносят на подписание. Но, с другой стороны, у следствия наверняка есть доказательства, если они уж его задержали, то они наверняка не просто так его задержали. — То есть написано, подозреваемые внесли недостоверные сведения в паспорта грузовиков, выдавая второй класс двигателей за четвертый. То есть они принесли ему, значит, этот список, и там все хорошие бумаги, паспорта, значит, грузовики. — Паспорта — это паспорта, транспортные средства. — И там все указано, все чики-чики. Он подписывает или что? — Да, но я думаю, что он вряд ли как бы в каждый паспорт вглядывается. Ну, редко такой руководитель найдется, который, подписывая какие-то бумаги, вот, начинает вот прямо в детали, так сказать. — Ну, трудно сейчас разобраться, конечно, что происходит. — А у нас МРЭО этим занимается? — У нас занимается там где-то в районах, в низах кто-то. Я не понимаю, как... — Ну, почему МРЭО-то занимается же этим? — Ну, не руководитель же подписывает номера. Вы никогда номера не получали на машину, что ли? Вы к Плотникову ходили? Нет, я ходил. На химическом приехал, сдал, поставил машину, ее посмотрели, написал форму, заявление, мне выдали номера, и поехал счастливый. Не ходил я к Плотникову за номера. — Ну, я понимаю, вы законно сомневаетесь. — А тут не про номера или про номера? — Нет, нет. — Это регистрация, оформление ПТС. — Про ПТС. — Да, мы сейчас прервемся на две минуты, но у Володи есть вопрос слушателям, да? У тебя был вопрос, ты хотел, чтобы слушатели поучаствовали в нашем разговоре. Зайдай его прямо перед перерывом. — Я уже упомянул про Устцова, и вот сейчас с Александром Николаевичем такая ситуация, уважаемые водители, автомобилисты. Вот вы воспринимаете это как некую личную обиду, что вот, да что ж такое-то, в ГИБДД-то происходит. Выскажитесь на этом. — Личная обида? — Да, вот и для меня это как личная обида. — Обидно ли вам, что задержали Плотникова? — Нет, обидно ли, что вот эта система, дорожная полиция, вот она так себе ведет. Вот такие скандалы случаются. — Обидно? Совестно за них, что ли? — Возмущает вас? — Возмущает. — А вот это разные как бы вещи. Как мне стыдно, что задержали Плотникова. Ай-яй-яй. — Как мне стыдно, что вот именно... — Или нет, или по-другому, или по-другому. Там так все есть. Все продажные, все коррумпированные и прочее. Ты это имеешь в виду? — И вообще я сейчас имею право полное не подчиняться сотрудникам ГИБДД, раз у вас там такое происходит. — Знак протеста, что ли? — Да? — Вот чудо, да? В общем, ваши первые впечатления от произошедшего события от задержания главы Кировского ГИБДД принимаются после короткого перерыва по телефону 211-101. Задержание главы Кировского ГИБДД Александра Плотникова — тема нашего эфира. Сейчас мы принимаем ваши звонки по телефону 211-101. Вот был такой у Володи вопрос. — Я такой доформулировал там в перерыве. Вот вы там, не знаю, крадете там сотнями миллионов, а я что-то тут притопить, что ли, за рулем немножко не могу, и чтобы без штрафа остаться. — Да, ну то есть первые впечатления ваши от этого сообщения. Да, пожалуйста, он с нами на связи, есть слушатель. Здрасте. — Добрый день. — Добрый день. — Приставьтесь, пожалуйста. — Виталий Владимирович, фамилия у меня Жаванин. — Да, пожалуйста. — Я хочу защитить этих начальников бедных, милиции. — Добрый день. — Мы уже делаем так, что они все преступники, они, большинство из них, честные люди. И мне кажется, не хватает в отделе милиции генерала Розувана. Когда он был, никого не подозревали, никого не посадили, по крайней мере. А сейчас ищем преступников. И тех людей, которые должны защищать нас. До свидания. — Да, до свидания. — Спасибо. — Над Розувана, и все будет хорошо. — Видимо, сотрудник, может быть, звонил ГИБДД или УМВД, защищая. Ну, может быть, вполне. Ну, вот, может быть, я не знаю. Я не знаю. 211-101, пожалуйста, ваши первые впечатления от сообщения о задержании главы Кировского ГИБДД Александра Плотникова, который подозревает сейчас мошенничество, совершенном в особо крупном размере создание преступного сообщества и участие в нем, а также превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Как нам пояснил представитель УМВД Сергей Баранцев, я так понимаю, что Александр Плотников был в разработке, да? — В разработке. Ну, и не только он, потому что ранее были сообщения о том, что и другие высокопоставленные сотрудники областного управления ГИБДД были задержаны по подозрению вот в этих вещах. — Да, а в конце ноября 2017 года были арестованы два фигуранта дела о КАМАЗах, генеральные коммерческие директоры РЕН Бизнес Авто и директор ООО ТД Авто, объявлен федеральный розыск. Я не очень понимаю, что это за компания на самом деле. Он был задержан, кстати, 7 января 2018 года, вот буквально совсем недавно. Не очень понимаю, что это за компания, но, видимо, я уверена, что напишут и наши коллеги, и, видимо, пояснят еще и в Следственном комитете. И дальше у меня такое есть ощущение, Володя, что это вот в нашем ГИБДД не последнее задержание сейчас. — Ну, так ты свои предположения высказываешь. — Если это создание преступного сообщества, то как-то... Я вообще не понимаю, почему создатель преступного сообщества в Кировской области находится. — А может быть, с другой стороны, брали сотрудников там пониже званием, пониже по должности, а вот сейчас вот... А сейчас задержали самой крупной, так скажем, рыбой. — Нет, в нашем-то ГИБДД никого не задерживали до Плотникова, я так понимаю, по этому делу. — Ян Евгеньевич, Чеботарев с нами на связи. — Да, Ян Евгеньевич, добрый день. — Да, да, добрый день. — А ваши какие, каковы впечатления от этого вот задержания, Ян Евгеньевич? Как вам представляется, будут ли следующие задержания в Кировском ГИБДД? — Ну, не исключаю, не исключаю никаким образом. Безусловно, дело очень простое, сумма вменяемая огромная. Ну и люди-то, которые были задержаны, занимали не последние посты в правоохранительных органах. Ситуация явно не типовая. Я думаю, что здесь будет интерес даже федерального центра к этому делу. — А федеральные СМИ активно уже освещают эту историю? — Ну, на мой взгляд, здесь это не последнее наверняка задержание. Почему? Я с трудом могу представить, что руководитель ГИБДД сам занимался даже техническими действиями по постановке на счет транспорта. То есть речь наверняка пойдет о каких-то еще сотрудниках, имена которых мы, я думаю, узнаем. — Как сообщается, уже в конце 2017 года были арестованы два фигуранта дела о КАМАЗах, причастность которому заявляют наши органы силовые, Александра Плотникова. Это генеральный директор и коммерческие директоры РЕН-бизнес-авто и директор ТД-авто. Они были задержаны в конце прошлого года и в начале нынешнего. И вот как-то очень странно, честное слово, что вот уже давно разработка, уже людей задерживают, а организатор преступной группировки сидит себе на посту на главном в ГИБДД Кировской области, и все. И ничего не происходит с ним. Ну как-то нет? — Нет, это рожденная деятельность, штука достаточно тонкая и своеобразная. Напомню, что Михаил Юрьевич Прокопьев 10 с лишним лет ждал своей очереди. — За организацию? — Ну да, ну да. — Ян Евгеньевич, на наш непрофессиональный взгляд, тот факт, что сразу три статьи вменяются, это тянет на очень серьезную ответственность и наказание в конечном итоге, если, конечно, суд примет такое решение. — Ну да, безусловно, стадия за организацию преступного сообщества сама по себе особо тяжкая. С учетом того, что все-таки здесь речь идет об имущественных преступлениях, ну, конечно, пожизненное наказание в виде пожизненного лишения свободы здесь об этом речи не идет, но я думаю, что сроки, наверное, могут быть назначены весьма крупные, там, лет 15 меня не удивит. — Лет 15. — Ян Евгеньевич, вас уже не удивляет то, что такие громкие коррупционные скандалы как-то присутствуют в нашем регионе, или вы по-прежнему каждый такой случай очень больно воспринимаете? — Ну, вы знаете, я как кировчанин, безусловно, конечно, с одной стороны удивлен то, что подобного рода факты имеют место быть, а с другой стороны, ведь такие случаи есть не только в Кирове, они есть по всей России, и не только в России, и за рубежами нашей Родины. Я считаю, что это определенный показатель того, что все-таки не до конца система государственного управления утратила способность к самоочищению. Меня это, безусловно, радует. — Высказывались предположения здесь, вот Азиз Алиевич, Агаев, например, и Андрей Вавилов были у нас в студии, что, возможно, Плотников на самом деле и не знал, какие документы подписывал. — Возможно, возможно. Еще раз, я не хочу предрешать вопрос о виновности или невиновности любого. Я говорю, что само по себе обвинение, безусловно, оно тяжкое, безусловно, тяжкое. Я думаю, что здесь следствие разберется, и все виновные понесут наказание. — Ян Евгеньевич, мы правильно понимаем, что это федеральная история, потому что цифра тоже такая какая-то для города Кирова? — Да, 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 она вполне тянет, она приближается к миллиарду рублей, она вполне тянет на весьма серьезный правительственный уровень. — А еще, Ян Евгеньевич, у меня вопрос по... Господи, вот суд может, вернее, должен будет либо сегодня, либо завтра уже определиться с мерой пресечения. Вот такая серьезность вменяемых статей, это на что тянет? Это все-таки домашний арест, это заточение под стражу. К чему больше тут? Что больше полагает? — Полный суд неоднократно говорил о том, что при решении вопроса о предварительном мерах по обеспечению, по задержанию, по помещению человека под стражу, во внимание принимаются риски, связанные с тем, что человек скроется от следствий суда, риски того, что он будет как-то следствию противодействовать. Здесь пока в открытых источниках не приводится никаких данных о том, что, находясь на свободе, либо под домашним арестом, господин Плотников сможет как-то активно противодействовать следствию. То есть я думаю, что здесь сторона защиты будет наверняка рассматривать возможность мер, не связанных с заключением под стражу, то есть или домашний арест, или залог. — В обсуждениях во вчерашних новостях, в частности на портале «Бизнес-новости» я читала мнение посещающих сайт, что нашли козла отпущения, что слишком крупная схема, и Плотников, если и был там, то это пешка, а не организатор, но все свалит на него. — Ну, может быть, гадать не хочу. Просто оформление ПТС, а вот эти вот подложные документы об экологическом классе автомашин, являлись фактически важнейшими документами, с помощью которых совершалось то деяние, которое изменяется, находилось все-таки в ведении ГИБДД. То есть, если даже это не сам Плотников, значит, это кто-то из-под него, из-под его подчиненные. Соответственно, здесь, я думаю, что как раз наши правоохранительные органы дадут нам ответ, кто конкретно занимался реализацией этой схемы, кто стоял у руля управления, и кто непосредственно в этом виновен. — Спасибо большое за исчерпывающий комментарий. Ян Чебутарев, юрист, был с нами на связи. Мы обсуждаем, и обсуждали уже практически, остается минута до завершения эфира, задержание руководителя областного управления ГИБДД Александра Путникова. — Мы хотели набрать еще Сергея Павлиныча Мамоева, руководителя главного кировского коммуниста. — Он сейчас в районе находится. — Да, он не может сейчас с нами говорить, но надо сказать, что и говорил Сергей Павлиныч, и писал намного-намного ранее об этом, что руководитель областного управления ГИБДД является частью некой схемы по легализации КАМАЗов, не соответствующих современным требованиям по экологическому классу. Но я хочу еще процитировать Константина Никандровича, селянина, который сегодня пресс-конференцию давал. Его спросили там, почему у нас в последнее время очень много уголовных дел в отношении руководителей управления ГИБДД. Он сказал, что, возможно, поводом послужили некие обращения и общения с особой категорией людей. Почему чувствуют они свою безнаказанность? Константин Никандрович сказал, что мне тяжело это объяснить. Но при этом он подчеркнул, что 99,9% сотрудников полиции — это честные, порядочные, добросовестные люди, которые несут свою службу и пытаются сделать более комфортной нашу с вами жизнь. — Ну, это подтверждает наш слушатель, который звонил в эфир и защищал начальников. — На этом все. Дневной разворот сегодняшний закончен. — Всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok